По поручению губернатора для создания подробной карты рисков в первую очередь проводится подробное обследование прилегающей к образовательным организациям территории на предмет составления безопасного маршрута движения детей по пути в школу и домой. К этой деятельности уже присоединились родители, сотрудники полиции, Росгвардии и народная дружина. Мы совместно с родительским комитетом обошли всю школу, все объекты школы, посмотрели и обошли для выявления опасных путей. С приходом 1 сентября, вы, может быть, видели и заметили, это в связи с массовой информацией было, народные дружинники совместно с ГИБДД выходили на все пешеходные перекрестки, на все пешеходные переходы и стояли, осуществляли разговоры, осуществляли беседы как с родителями, так и с детьми. При создании карты рисков безопасности особенное внимание уделяются следующим опасным категориям объектов. Аварийные здания, проездной двор, объекты энергетики, находящиеся в свободном доступе, открытые подвалы или чердаки дома, не облагороженные места, пустыри, недострои. Отмечаются открытые канализационные люки, сломанные детские площадки, где собираются шумные компании, отсутствие пешеходного тротуара. Педагоги, в свою очередь, полученной информацией делятся с детьми и составляют с ними безопасные маршруты из дома в школу и обратно. Проводятся различные классные часы, внеклассные мероприятия, регулярно проводятся родительские собрания в ежедневном порядке, проводятся пятиминутки, на которых учителя напоминают детям о правилах поведения, рассматривают вопросы безопасности дороги домой и в школу. Управление образования города Ульяновска помогает в организации этих мероприятий и контролирует регулярность их проведения. Безопасность детей – это один из самых важных вопросов, которые мы решаем совместно с родителями. И этот вопрос стоит на постоянном контроле и администрации города Ульяновска, и управления образованием образовательных организаций. В городе Ульяновске действует муниципальная программа по обеспечению правопорядка и безопасности. Мероприятия по программе различные. Это не только теория, но и техническое выполнение запросов родителей, детей и органов правопорядка. К школе номер 29 проложен тротуар, которого никогда здесь не было. Обновлена дорожная разметка, установлены дорожные знаки и не только. Здесь был пролом, и дети выходили со спортивной площадки прямо сюда, во двор, можно сказать, в гараже вот сюда. Ну, спрятаться-то учители, может быть, еще что-то, может быть, нашли дорогу прямую ближе к дому. Дыра, обнаруженная народными дружинниками, представляла потенциальную опасность. Пройдя в нее, дети попадали в ГСК, где нет дорожных знаков, где машины могут неожиданно выехать из-за угла. Плохо освещенное и забилующее закоулками место потенциально могло скрыть любого злоумышленника. Несанкционированный вход и выход на территорию школы заварили. Осталось только сверху натянуть какое-то ограждение, которое помешает перепрыгнуть через забор. Кооператив активно сотрудничает со школой. Уже достигнута договоренность, что ГСК устранит и эту проблему. Безопасность школьных маршрутов – дело общее. Городская администрация и областное правительство готовы решать эти вопросы. А от родителей, детей и общественности требуется только обозначение потенциально опасных пространств. Для чего на сайте регионального Минобра есть ссылка, куда можно загрузить фото этого места и его описание. Также неравнодушные могут позвонить по телефону 44-39-03. Павел Половов, Юрий Ломатов, Новости Улправды ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова